Ребят, всем привет! Это продолжение моего предыдущего видео, в котором я рассказываю о своих любимых косметических продуктах, которые я использую чаще всего. Надеюсь, вам понравится это видео так же, как и предыдущее. Для каких-то чётких стрелок, которые у меня будут целый день держаться на глазах, я использую свою подводку от Lumine. И у меня это просто Rich Black, оттенок. Она имеет вот такой вот аппликатор, скорее больше похожа на маркер. То есть там не кисточка, а такой вот маркер. То есть чёткая линия идёт. Я не знаю, насколько она ровная сейчас, я её сделала, но... Да, совсем неровная, но чёткая. То есть если вы попробуете там один раз или два раза, у вас получится очень красивая линия, насыщенный цвет, который будет у вас очень долго держаться. И он у вас не смоется, я не знаю, если дождь будет капать или ещё что-то. Также для глаз просто моя любимая штучка. Это вот такие тенюшки, стики от Chanel. Да, это Still Eyeshadow. Нереально крутой оттенок. Тут написано, что... Даёт эффект омбре. И на самом деле это так. Сейчас... Эти тени на мне. Вот, вы можете посмотреть, как они выглядят. Если их не растушевывать, то есть насыщенно сделать. Мне кажется, они безумно классные. И они переливаются. Это так красиво. И когда вы их наносите, они будут долго держаться. И когда вы их наносите, потрясающий эффект. Такое охлаждение какого-то, я не знаю. Такой холодок для глаз. Боже, это бред, конечно. Всего лишь тени. Но на самом деле они дают такой эффект. И они очень классные, потому что их цвета, они очень красивые. И вот я сейчас уже пытаюсь растушевать. Не знаю, сколько прошло секунд. 15. И оно уже не так прям хорошо растушевывается. То есть достаточно стойкий. Консилер я использую от Clinique. Вот такой вот. Тут написано, что он как и eye concealer, то есть для глаз. Также он может быть корректором. И также он может использоваться при контуринге. Ну, я его использую как консилер под глаза и как корректор. У него достаточно такое покрытие, ну, не плотное, средней, скорее всего, плотности. Но оно очень хорошо покрывает такие синячки под глазами, если ты не выспался. Или какие-то недостатки небольшие. Вот, всем советую. Текстура очень приятная и очень хорошо сочетается вот с тональными кремами от Bourjois. То есть у них примерно одинаковая текстура. Ну, конечно же, вот это будет поплотнее. Но, тем не менее, ваш общий вид, общий лук будет довольно натуральным, естественным, сияющим, красивым. Итак, губы. Я хочу вам сказать про две вот такие штучки. И это известнейшая Lime Cry. И вот, я уже попробовала её на руке. Я, по-моему, её использовала в первом видео. Как вы знаете, она очень стойкая. Если вы наброситесь на кого-то и будете целовать, то не останется на вашем любимом человеке никаких следов. Вот. Но мне приходится её довольно часто поправлять, потому что она у меня очень быстро стирается с внутренней стороны. Ну, наверное, так нельзя сказать. Я не знаю. Я думаю, что вы меня поняли. Поэтому её приходится постоянно поправлять. И, если честно, меня это немного смущает, потому что мне её подарили после того, как я приобрела и пользовалась Yves Saint Laurent. Оттенки очень похожие. Вот. Посмотрите на сверху. Текстура просто нереальная. То есть у вас губы будут всё время увлажнённые, такие сочные, красивые. И я привыкла то, что её практически не надо поправлять, потому что, если вы покушали, она у вас так и останется на губах, как, я не знаю, вы её и нанесли. Но если вы хотите обновить цвет, именно насыщенности придать, то, конечно же, нужно нанести её ещё раз. Но обновлять её нужно не так часто, как вот эту. Я знаю, что сейчас все с ума сходят по нюдовым оттенкам на губах. И я купила вот такой карандаш. Это у меня от Deborah. Я не знаю, у нас есть такая макра или нет? Я тоже покупала с границы. Я почему-то думала, что это Rimmel. Но нет, whatever. И он даёт очень красивый оттенок. Это идеальная альтернатива известному карандашу от MAC. Там есть оттенок, который якобы просто незаменим, но вот посмотрите внизу под тенюшками. Очень красивый оттенок, очень натуральный. И, блин, он просто одинаковый с карандашом MAC. И самое последнее, то, что я, наверное, люблю больше всего. Это минеральная пудра от MAC. Называется так Mineral Foundation. У меня оттенок Medium. И она очень крутая. Несмотря на то, что она рассыпчатая. Боже, у меня нет силы её открыть. Несмотря на то, что она рассыпчатая, она даёт очень хороший такой coverage. Она очень хорошо подстраивается под цвет вашего лица. То есть, вы её нанесли, и через минуту она приобретёт немного другой цвет. Но не пугайтесь, нет, это должно быть так, потому что она подстраивается под вашу кожу. Я, наверное, использую вот эту пудру, ну, год третий или четвёртый. Для меня это достаточно долго, потому что я люблю менять свои продукты. Но эта пудра просто the best. Эта пудра, она не пересушивает кожу ни в коем случае. Она даёт очень естественный эффект. Но, тем не менее, она очень выравнивает, что ли, лицо. То есть, она делает его таким сияющим, более свежим, что ли. Поэтому я вам всем её очень-очень рекомендую. Попробуйте, зайдите, посмотрите в MAC. Если не понравится, конечно же, не покупайте. Вот, и, в принципе, это всё, что я хотела вам рассказать на сегодня. Я надеюсь, что что-то, что я сказала о моих бьюти-продуктах, оно вам поможет. Может быть, вы что-то приобретёте или, наоборот, откажетесь от приобретения чего-то. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их внизу. Подписывайтесь на канал. И всем пока и хорошего дня!